Это Любовь Соболь. В Ингушетии похитили и избили сотрудника Международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Об этом сообщает Amnesty International на своем сайте и сам Козловский. Олег Козловский наблюдал в Ингушетии за протестами, которые сейчас проходят столицы республики Магаси. Напомню, что в Ингушетии с 4 октября проходит протестный митинг из-за соглашения о границе с Чечней. Как рассказывает Козловский, 6 октября его под предлогом встречи с одним из лидеров протестов выманили из отеля, посадили в автомобиль и вывезли из города. Люди, которые делали это, представились сотрудниками Центра по противодействию экстремизма Ингушетии, но никаких документов не показали. Затем, по словам Козловского, они приехали в какое-то поле, где его раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать и передать кадыровцам. Потом избили, сломали ребро и приставили пистолет к затылку, угрожая застрелить. Когда добиться от Козловского ничего не удалось, похитители стали требовать, чтобы он никому ничего не говорил о случившемся, угрожая убить его детей. Затем дали одеться и вывезли в Северную Осетию. 7 октября Козловский вернулся в Москву. После всего случившегося Козловский вместе с семьей в целях безопасности покинул Россию. Также он сообщил, что еще 9 октября подал заявление в Следственный комитет, но иллюзий не питает. Amnesty International известная международная правозащитная организация. После того, как она сообщила о похищении и избиении своего сотрудника, про это естественно написали многие СМИ. Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров отреагировал на эти статьи и сообщения. Но как отреагировал? Он заявил, что это могла быть провокация. То есть ему сотрудник международной организации про избиение и угрозы детям рассказывает, а он про провокацию рассуждает. Также Евкуров сказал, что Козловский заявил о похищении только через неделю, хотя это не так. Вот Козловский прямо пишет, что подал заявление в СК еще 9 октября. Девятого. Неделя прошла. И с тех пор, что это не слышно про возбуждение уголовного дела и тем более задержание. Также провокации назвал Евкуров и нападение на правозащитников и журналистов, которое произошло на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года. Правозащитники и журналисты, а среди них были представители не только России, но и Швеции и Норвегии, ехали из Ингушетии в Чечню. В районе границы двух республик их микроавтобус окружили около 10-15 человек в масках, начали кричать, бить людей, затем подожгли автобус и уехали. Многие журналисты получили серьезные травмы. Например, вот так после нападения выглядел норвежский журналист Оистен Винстант. А корреспондент журнала The New Times Александрина Елагина получил серьезную травму ноги. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение в Ингушетии неприемлемым и абсолютно возмутительным. Владимир Путина лично поручил МВД расследовать это нападение. А Юнус Бек-Евкуров, как писал Интерфакс, заявил, что расследование этого происшествия в кратчайшие сроки дело чести для правоохранительных органов. И вот прошло больше двух лет. Был ли суд над нападавшими? Может быть, публично названы именно организаторов нападения? Ну, конечно же, нет. В феврале прошлого года адвокат правозащитной группы Агора сообщил о приостановке дела. А через несколько дней после этого глава МИД Сергей Лавров заявил, что дело не приостановлено. В итоге в марте Совет по правам человека при президенте опубликовал заявление о том, что приостановка дела все-таки была, но ее отменили. Таким образом, официальное расследование продолжается. Его сроки неоднократно продлевали. Но ни имена организаторов, ни хотя бы исполнители нападения следователя до сих пор публично не назвали. А прошло уже больше двух лет. Люди имеют право протестовать на улице, правозащитники имеют право наблюдать за этими протестами, а журналисты освещать их в СМИ. А чиновники должны обеспечивать возможности для этого. А если кто-то нападает на людей, то оперативно расследовать эти нападения, а не рассказывать про провокацию. Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак уехал молиться на Афон накануне запрета от РПЦ. Об этом со ссылкой на свои источники в партии пишет телеканал «Дождь» и другие СМИ. Вчера РПЦ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом из-за того, что Константинополь хочет предоставить автокефалию Украинской Церкви. РПЦ считает Украину частью своей территории и поэтому резко выступает против предоставления Украинской Церкви автокефалии, то есть самостоятельности и независимости от Москвы. Афон является территорией Константинопольского патриархата и, соответственно, в РПЦ предупредили, что теперь ее прихожане не смогут молиться в его храмах. Андрей Турчак, по данным СМИ, решил именно сейчас съездить на Афон помолиться. Либо заранее знал о решении РПЦ, либо это просто совпадение. Я, конечно, думаю, что знал заранее. Все-таки генеральный секретарь Единой России. Афон давно стал местом, куда ездят наши чиновники и депутаты. В 2005 году его посетил Владимир Путин. В июле 2016 года на гору Афон приезжал тогдашний глава Госдумы Сергей Нарышкин. Про поездки на Афон рассказывал и генеральный прокурор России Юрий Чайко. В интервью ТАЗ он заявил, что впервые побывал там в 2002 году и что он любит Афон и его любит там. Ну или вот в том же интервью Чайко говорил, что ездит на Афон и что каждому воздастся рано или поздно. Такие они наши чиновники. Ездят на Афон, даже накануне запрета стараются успеть, а потом возвращаются и становятся героями расследований. Как тоже Чайко, про которого ФБК выпускал целый фильм расследования. В нем, в частности, говорилось о финансовых махинациях, преступлениях ближайшего окружения генерального прокурора, включая отмывание денег и связи с бандой Цапков. Или вот Андрей Турчак. В ноябре 2010 года в Москве напали на известного журналиста Олега Кашина. Его избивали железным прутом, нанеся более 50 ударов. В результате ему были диагностированы переломы голени, верхней и нижней челюсти, кисти, в том числе отрыв двух фаланг пальца, черепно-мозговая травма и множественные повреждения. Тогдашний президент Дмитрий Медведев потребовал провести расследование и даже пообещал, что оторвет голову тем, кто стоит за этим нападением. И вот в сентябре 2015 года Кашин объявил дело о нападении на себя раскрытым. По его заявлениям, исполнителями нападения были охранники одного из предприятий, который входит в холдинг «Ленинец», принадлежащий семье Турчака, предполагаемый организатор, управляющий холдингом «Ленинец». А вероятный мотив нападения, согласно данным следствия и статье коммерсанта, месть за то, что Кашин оскорбил Турчака, который тогда был губернатором Псковской области. Один из фигурантов даже заявлял о готовности дать показания на Турчака. Но как можно было понять, обвиняемый по уголовному делу Турчак не стал. Он занимается делами Единой России, улыбается на фото рядом с Медведевым и ездит молиться на Афон, пока не запретили. В прекрасной России будущего чиновники будут отвечать за свои преступления, чьими бы они друзьями ни были и куда бы и с кем бы они молиться не ездили. Потому что все должны быть равны перед законом и судом. В РИО губернатора Приморского края Олег Кожемяка внес в Захсобрании Приморья законопроект о возврате прямых выборов мэров. Рассказывая про этот законопроект, Кожемяка заявил, что наиболее правильно, когда люди сами решают судьбу своего города, района, выбирают тех достойных, чья программа наиболее по душе, кто близок к ним. Также Кожемяка сказал, что прямые выборы это наиболее демократичный подход и что честные открытые выборы могут сформировать отношение к власти и возвращать доверие населения к органам власти. Ну как тут не согласиться? Конечно, прямые выборы это демократично. Конечно, люди должны иметь возможность самим решать свою судьбу и выбирать достойных. Только вот вопрос, а где же Олег Кожемяка был раньше? В 2015-2018 годах Кожемяка был губернатором Сахалинской области. А в январе 2017 года областная дума одобрила закон, который фактически отменил прямые выборы мэров городов в регионе. Принимался этот закон силами депутатов-единороссов. Олег Кожемяка тоже представитель Единой России. Именно эта партия выдвигала его на выборы в 2015 году. Так что же, неужели областная дума принимала закон об отмене выборов мэра под протесты губернатора? Или губернатор тогда был согласен, а сейчас вдруг передумал? Что же случилось? А случились выборы губернатора Приморья, на которых властям очень хотелось, чтобы победил Андрей Тарасенко. К нему перед вторым туром даже Путин приезжал. Но стать губернатором у Тарасенко не вышло. Люди проголосовали за его соперника от КПРФ. И коммунист по всем раскладам после подсчета 90% голосов должен был победить, но оказался вторым из-за фальсификации. В итоге эти выборы пришлось отменить. Тарасенко убрали, а на его место из Сахалинской области и прибыл Кожемяка. И вот теперь Кожемяка очень хочется заручиться поддержкой избирателей, чтобы не повторить невеселый результат своего предшественника. Поэтому он уже заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцам. А вот теперь говорит про демократический подход и про прямые выборы мэра. Но еще бы, ведь согласно соцопросам 65% жителей России поддерживают прямые выборы мэров городов. Поражения на выборах губернаторов для единороссов крайне неприятны. Сейчас они хотят всячески этого избежать и готовы рассказывать про то, какие они демократы. Но призываю помнить, что единороссы – это единороссы. И при голосовании показать все, что народ думает и про власть, и про единую Россию. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.